Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала С подоконника на грядку. С вами ваша Светлана. Друзья, в моем цветнике растут два сорта пионов. Это вот выглянули из-под земли пиончики белые. Здесь вот два кустика. А здесь вот с другого края цветника. Здесь у меня растет новый сорт. Это чаша красоты. Приобрела я его три года назад. Он постепенно разрастается. Сейчас я вам просто хочу рассказать, как ухаживать за пионами, чтобы они давали очень крупные шапки цветов. Конечно же, расти пионы должны прежде всего на очень рыхлой почве, чтобы вода не застаивалась, чтобы корневища не загнивали. Если вы только высаживаете пионы, то нужно сделать, конечно же, хотя бы небольшой, но дренажик. Посадить их в рыхлую землю. Ну и потом уже год за годом по весне просто взрыхливать, окучивать. По осени также я насыпаю, допустим, пол ведра земли сверху корневищ, чтобы они не перемерзали. Это будет уже по весне также подкормкой своего рода. Новая земля, это всегда питательные вещества. И также сейчас покажу, какое я использую удобрение по весне, вот именно в мае, в тот момент, когда они наращивают именно вот эту зеленую массу, до цветения, конечно. Друзья, одним из самых популярных и самых бюджетных удобрений для наращивания зеленой массы является, конечно же, селитроаммиачная. Все мы ее знаем, но про нее вот именно, что не нужно забывать. Ее нужно добавлять по весне вообще для подкормки всех растений, вот хоть многолетников, хоть однолетников. Для однолетников я делаю все-таки растворчик этой селитры. С пионами, друзья, намного проще все. Я не готовлю для них специального раствора удобрений. Я просто вот посыпаю вот эти вот гранулированные удобрения, аммиачную селитру. Ну, в ряд будет тут и гортензия находится. Также ей можно немножко, но совсем чуть-чуть. Гортензию я удобрениями особо так не балую. Для гортензии много аммиачной селитры я не сыплю, потому что есть у меня специальное удобрение для гортензии. Попозже покажу вам, сниму отдельное видео. Ну, а вот с пионами поступаю вот таким вот образом. Просто небольшую щепоточку. Рядом также вот есть какие многолетники. Также их удобряю. Вот дицентра, допустим. Также рассыпаю вокруг хосточка. То есть всем таким вот растениям-многолетникам аммиачная селитра даст сил для того, чтобы расти, быть зелененькими, бодренькими. Листочки будут блестящие. Такие упругие. В общем, будет не цветник, а просто загляденье. И вот сейчас чуть побольше возьму на два кустика. Здесь пиончики уже у меня подросли. Растут они буквально на глазах. За день, за два. Видите, уже начинают подготавливаться к цветению. Некоторые даже начинают формировать бутончики, смотрю. В общем, цветение, наверное, будет ранее в этом году. И сейчас нужно просто будет пролить водичкой. Водичка у меня относительно такая тепленькая, из бани. Вот таким образом все гранулы сейчас растворятся. Если в вашем доме маленькие дети, сразу займитесь поливом, чтобы они не видели эти гранулы. Потому что, не дай бог, в рот потянут. Здесь только так все моментально растворить нужно. Вот такая вот быстрая подкормочка. Ну вот, друзья, с иммиачной селитрой все просто. Вот так насыпали, пролили. Теперь, смотрите, через три дня я делаю еще одну подкормочку. Вот такой вот селитрой кальциевой. Также она подходит для большинства растений. С кальциевой селитрой я поступаю уже другим образом. Видите, она очень крупная. То есть, рассыпать и сразу растворить ее не получится. И поэтому я растворяю одну столовую ложку на 10 литров воды. И леечку уже проливаю. Также вот под корень. Это будет еще одна подкормочка. Очень хорошая. Для того, чтобы формировались и бутончики, и стебельки были плотные, хорошие. У пионов. Ну и впоследствии все это как бы как основа для хорошего цветения, естественно. Уже впоследствии я сниму отдельное видео. Именно когда пионы наберут бутончики, расскажу, чем подкармливаю в период бутонизации. Также, чтобы шапки у пионов были очень большие, очень красивые, как нам всем нравится, друзья. Ну вот на этом все, пока. Ждите моего следующего видео про пионы и не только. Всем вам спасибо за просмотр. Всех вас благодарю. Приходите на мой канал, всегда вам рада. На этом все. Всем пока-пока. Ставьте лайки, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok